Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Мне задали очень интересный вопрос, что будет, если рисовать платье с запахом и при этом оно будет полупрозрачное или кружевное. Ну, насчет платья я решила не делать прозрачность, потому что там, скорее всего, нужно будет внутренний чехол делать непрозрачный, там либо шелковый, либо атласный. А вот в пеньюарах мы можем показать абсолютную прозрачность, здесь это все допускается. Поэтому сегодня мы будем рисовать с вами пеньюар с эффектом прозрачности и я покажу, как в Adobe Illustrator можно это сделать. Открываю я шаблон, сейчас уберу от него лишние ручки, потому что у меня разные положения рук, мне понадобится вот такая форма. Сейчас я создаю новый слой, выбираю инструмент перо. Сейчас мы посмотрим, цвет у нас должен быть черный, без пунктира и толщина единичка. И давайте мы с вами нарисуем сначала основу, а здесь нужно понимать, что будет рисоваться немножечко по-другому, в силу того, что у нас будет прозрачность. И, соответственно, эта прозрачность должна будет накладываться на одно, чтобы мы это видели, будут складки. Сейчас буду рисовать и буду это укутно комментировать, вы поймете, в чем смысл. Ну, во-первых, у нас будет спинка и спинку это будет видно, поэтому спинку мы тоже отдельно с вами прорисуем, она будет просвечиваться. А начнем с полочек. Полочки будут у нас симметричные. Представьте, что у нас полый халатик, да, свободный, как правило, не спадающий рукав. Его, сейчас мы вот так сделаем, немножечко поясом подзатянули сюда. Повыше сейчас точку поставлю. Вот, соответственно, его сюда подзатянули. Здесь пояс и здесь вот он у нас свободно, не спадает. Соответственно, мы договорились, что это будет у нас прозрачная ткань, ну, это может быть шифон, органза. То есть моя задача сейчас именно показать, как это будет смотреться на более-менее прозрачной основе. Вот таким образом сейчас мы зададим, что здесь будут складочки. Так, соответственно, вот здесь у нас будет линия. И вот сюда она будет уходить. При нижнем белье, когда мы рисуем, там, почему я сказала на пенюаре, мы здесь можем разную степень прозрачности и открытости рисовать. Это все допускается в нижнем белье, потому что, ну, в верхней одежде там уже нужно будет внутренние слои дополнять. Так, что я бы хотела, чтобы у меня на нем было? Я бы хотела, чтобы у меня на нем была отделочка. Окно, обработка контуров. Сейчас сделаем это. Так, разгрузку. Неправильно сделала сейчас. Мы копию создадим. Вот эту надо убрать. А я сейчас создам такую вот, можно сказать, тесеночку, да, по контуру. И это тоже нам даст, потому что, как бы, двойное сложение будет отдельно видно. Так, вот эту точку нужно повыше. Вот так. Так, это половинка. Вот эту точку я сейчас тоже чуть повыше. Вот началась уже коррекция. Сразу я смотрю. Можете досмотреть дальше, что я буду делать, и вам будет более понятно. Так. Теперь складки. Смотрите, если у нас есть складка, да, вот она. Раз, два, три, четыре. Мы ее рисуем замкнутым объектом. Раз, два, три, четыре. Вот эти именно объекты. Если обычно мы рисуем с вами тени, то здесь мы рисуем объектами. То есть, когда вы берете прозрачную ткань, подвешиваете ее, вы видите, что она находит одна на другую. И там, где они находят, получается более темный момент. Вот здесь нам нужно это показать. А поскольку оно все будет просвечиваться, мы эти объекты создаем. Мы их сейчас уберем назад, чтобы они не так светились. Но они нам обязательно нужны. Это будут не просто тени, как мы классически рисуем в других эскизах, а именно вот такие они, более сложные. Будет понятно, когда сейчас я дальше буду делать эти моменты. Вам это будет понятно. И мы их даже заливать не будем. Мы сейчас оставим вот так. Теперь будут складочки вот здесь. И складочки, вот очень рекомендую просто либо посмотреть фотографии, то есть они будут вот так вот закладываться. Ткань будет соединяться, будет закладываться. Соответственно, когда она будет друг на друга накладываться, у нее будет более плотное вот это видение. Соответственно, рисую не обычно классические тени, там сереньким или черненьким, а именно вот как они будут складываться. Вот таким образом. Здесь еще будет пояс. Я хочу сейчас полностью половинку отрисовать, потом раззеркалим. Так. Рукав. Рукав я тоже выбрала более интересный. По плечку он свободный, а вот по низу он будет более такой объемный. Тоже там будет много всего интересного. Сейчас мы его вот так сделаем. Сюда он так будет свободно собираться. Вот. И в него тоже нужно будет много объектов нарисовать. Какие-то будут подлиннее, какие-то покороче. И еще одна тонкость. Рукав прозрачный. Соответственно, он у нас будет двойным слоем. Сейчас покажу, что я имею в виду. Вот мы нарисовали то, что он такой со складочками, как будто вот у него есть эти фауны. И теперь мы выбираем полностью рукав. Нажимаем Ctrl-C, Ctrl-B. Что получилось? Два рукава один на другим, потому что мы видим его соответственно насквозь. Так. Теперь вот эту всю красоту мы берем. Видите, только контуры. Ничего пока не меняю. И так и должно быть. Все это выбираем. Как выбрать все? Ctrl-A. Работает, кстати, во всех программах. А у нас тут еще кое-что есть. Ctrl-A. Вот. И совершенно прекрасно. Ставим точку на центр. Выбрал зеркальное отражение. Точку на центр. Оп. Shift-Alt. Отпускаю кнопку мыши. Отпускаю кнопки на клавиатуре. Вот у меня получилась красота. Видите, здесь получилось такое безумное наслоение. Но его будет хорошо видно на следующем этапе. Что нам нужно с вами сделать еще в обязательном порядке? Это сделать спинку. Поэтому, смотрите, спинку мы делаем вот так. Сейчас объект я здесь нарисую. Кусочек. Должно замкнуться. Вот замкнулась. Теперь я выбираю этот объект и этот объект. Вот я их сдвигаю. Кусочек спинки и кусочек. Вот смотрите, я их выбрала. Вот этот можно удалить. Соединяем их между собой. У меня получается такая вот единая половинка. И теперь нужно его обрезать по прямой линии. Потому что, вспоминаем, по технологии у нас обычно есть шов по центру. Соответственно, вот так мы разрезаем. Надо разгруппировать. Убрать. 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 Вот тут у нас что-то с какой-то точком. Сейчас я посмотрю. Ламана лишняя лица получилась. Вот ее мы сейчас и уберем. Это половинка спинки, которая полностью соответствует половинке переда. И точно так же мы с вами что делаем? Мы берем зеркальное отражение. Ставим на центр. Оставляем. У нас должен быть шов по центру. И мы дополняем с вами еще объектами, которые будут создавать складки. Потому что при наложении они у нас должны быть видны. Можно спинку не так детально прорабатывать, но все равно основные линии мы с вами сделаем. Конечно же, оно не будет абсолютно симметрично. И даже хорошо, если вы это нарисуете отдельно, чтобы не было жесткой симметрии. Тоже будет по спинке немножко у вас присборенность. Потому что у нас же пояс. По сути, халат прямой, а там есть вот такая присборенность. Вот. Это наша с вами спинка. А сейчас, чтобы она удачно у нас вошла, еще что будет. Вот здесь будет у меня еще один объект. Вот такой. Это будет тесьма. А для отделки. Сейчас мне тоже поправим немножко. Так. Так. Вот. И вот это все вместе выбираем и сгруппировываем. Сгруппировать. Теперь возвращаем на место с кнопочкой shift. Правой кнопочкой мыши монтаж на задний план. Так. Вот такая у нас пока получается. Ну, я бы в чем-то сказала даже чехарда, потому что практически ничего не видно и непонятно. Теперь рисуем пояс. Раз, два, три, четыре. Вторая часть пояса. Раз, два, три, четыре. Замкнули. Узел на поясе. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь отсюда торчащие хвостики. Два, три, четыре. И вот он объект. Можно рисовать другим цветом. Раз, два, три, четыре. Вот что у нас получилось. Я понимаю, что сейчас это выглядит как очень большое количество линий и непонятно что. Сейчас я вам покажу, что же мы с вами нарисовали. Давайте я немножечко смещу на листе. И все, что мы с вами нарисовали, сейчас очень хорошо прорисуется, когда мы будем делать заливку. Делаем публикат. И вот на этой штучке мы сейчас применим заливку. Выбираем все. Цвет контура черной заливки нет. Мы теперь выбираем цвет заливки. Ну давайте сделаем какой-нибудь вот такой фиолетовый. Вот посмотрите, что получилось. Просто так пока как бы непонятная какая-то ерунда. А если мы начнем настраивать непрозрачность и сделаем ее, например, 14, достаточно высокая прозрачность ткани, да? Вот смотрите, что у нас с вами получится. Так, это у нас сзади. Вот они все складочки, все вот эти вот особенности. Единственное, что я бы порекомендовала вот у этих вещей, убрать цвет контура. Ну, нам до этого он был нужен. Отсюда мы уберем цвет контура. Есть еще одна, ну как бы ее правильно назвать, давайте скажем, в чем-то подсада. Когда вы таким образом делаете, таким образом работаете, сейчас я цвет контура у всего уберу просто, то цвет контура тоже у вас становится полупрозрачным, видите? Соответственно, вам нужно выбрать то, что у вас должно быть с контуром. Вот, например, смотрите, видите, какая там непрозрачность? Вот, то есть мне нужен цвет контура вот у этого и вот у этого. Сейчас я вот так это отставлю, вот это я все сотру, этого мне цвет контура не нужен. Это я спинку сдублировала и ее вытащила. Вот у меня получилась вот такая. Я это тоже все сгруппировываю, непрозрачность все убираю, даю цвет контура черный и помещаю это назад. Выбираю все вместе с этой штучкой, монтаж, со спинкой и на задний план. Вот она у меня ушла, но, конечно же, светится достаточно ярко. Выбираю спинку и выбираю контур, то есть все вместе. Так, раз, монтаж, на задний план. Если вы чувствуете, что для вас это очень насыщенный цвет, можно, например, его потоньше сделать. Теперь что у нас будет спереди? Вот у этого будет цвет контура. Соответственно, у основных элементов. То есть что я выбрала? Вот смотрите, только надо дублировать. Сдвигаем shift, alt нажимаем, потом отпускаем мышку. Все. Непрозрачность. Цвет контура черный. И толщину можно 0,75, чтобы была чуть-чуть потолще. И обратно мы ее возвращаем. Или 0,5, если вы хотите более светлой. Вот мы ее вернули, она у нас светится. Что здесь нужно сделать? Вот эта часть, она внутренняя. Соответственно, ее нужно немножечко погрузить назад. Каким способом? Есть сочетание клавиш control и квадратная скобочка. Она меняет последовательность. Сейчас я это сделала. Можно вот так все вместе выбрать. Вот эти кусочки. Сказать монтаж на задний план. И сверху она должна перекрываться у нас. Соответственно, вот здесь. Сейчас не вижу, ушла она назад или нет. Да, ушла. Видите, сверху эти штучки. Теперь пояс. У пояса тоже такой момент. Можно сделать непрозрачность более адекватную. Для того, чтобы он был более ярким и его лучше было видно. Например, он у вас будет сделан в три сложения. Вот здесь уже помещаем пояс. Соответственно, вот так. И общий контур рукава тоже дублируем. Сейчас пояс немножко поправлю. Мне не очень нравится, что у меня получилось. Потому что там видны линии. И на это надо очень аккуратно и очень точно обращать внимание. Вот таким образом. То есть, видите, у нас есть вот этот эффект прозрачности. Если хочется более такого, как правильно сказать, большего эффекта, то можно цвет контура, например, делать не черным, а похожим на цвет основной ткани, просто более непрозрачным. Вот смотрите, например, у меня здесь есть. Я его сейчас сделаю. И вот так. Вот сейчас посмотрим, как будут смотреться рукава. Ну, это к примеру, что можно делать. И, например, 0,5. Вот. Видите? И оно тогда немножко по-другому начинает смотреться. В принципе, мы можем сейчас переиграть этот момент везде. Сделать его вот таким бордовым. Куда он мне там утонул? Вот он. Вот этот цвет. Я его сейчас вытащу выброски. Так. Вернем на место. Хотя я бы все-таки ему добавила больше такого серого оттенка. Он мне тогда будет больше нравиться. Вот он есть. Вот этот цвет. Он тоже... Ну, не вкусовщина, конечно, но уже лично ваш. Вот. Такой цвет мне больше нравится. И бы я делала контур. Вот. Он прекрасный. То есть не совсем такой яркий, как есть, да? Немножко более засеренный. Он тогда будет смотреться более гармонично. Как видите, больше проблем, больше забот, чем с обычными эскидами. И это нормально, потому что мы рисуем более сложную вещь. Так. Вот с поясом тоже я хотела разобраться. Это вот у меня отдельно. Сейчас мы его просто отнесем. Это должна быть на переднем плане. Я бы ей вообще так вот поярче. Так. Контур вынесем на передний план. Вот он есть. Монтаж на передний план. Вот эти два запчасти я сейчас солью в единый. Вот так будет намного лучше. И вот эти две тоже монтаж на передний план. Все вместе монтаж на передний план. Накладываем. А вспоминаем, что цвет у нас должен быть вот такой. Вот такая штучка получается. Здесь давайте контур поправим. Контур, 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 контур. Цвет контура сделали. И у спинки тоже. Контур, цвет контура сделали. Вот получилась такая более мягкая, интересная версия. То есть вы видите, что оно прозрачное. Вы видите, что оно друг на друга накладывается. Вы видите, что оно вот так вот собирается. И да, действительно оно будет так светиться. Вот из такого некрасивого. Такие эскизы очень сложно изображать в черно-белом виде. То есть тогда вам нужно вместо вот этого серенького делать его все-таки не белым, а сероватым оттенком. Давайте сейчас попробуем сделать. Вы берете. У меня еще кружево запасено. Сейчас мы еще кружево наложим. Вот. Делаете. И вот здесь у нас с вами есть перекрасить графический объект. Можем его поправить более... Попробуем через дополнительную. Здесь легче будет в серый уводить. Так. Основной цвет. Цвет контура в одном месте подсел. Он сейчас его будет... Вот. Ну, то есть можно все это делать. Но надо просто смотреть, как. Сейчас поймать вот эту вот линию. Чтобы она не была такой яркой. Отдельную линию. Можно ее сразу приглушить. Или сделать, видите, от контура серой. Соответственно, вот такие штучки у нас могут получаться. Смотреться они могут крайне интересно. Ну, даже если вы перекрасили, у вас что-то не получилось. Вполне можно доработать. Ничего здесь в этом нету страшного. Понять, что здесь вот там не очень сложился цвет. И просто его поправить, доработать, чтобы он был лучше. И получить уже вот в другом оттенке вариацию. Совсем прям в белом, к сожалению, у вас не получится. А теперь, что касается кружева. Ну, вот здесь, конечно, еще добавила прям цвета. Можно еще добавить дополнительно кружева. Тоже с эффектом прозрачности. Сейчас, например, сюда сделаем кружева. Она у меня отдельно отрисованная. Немножечко сейчас поправим его цвет. Потому что она у меня розовенькая в изначальном своем варианте. А мы его сейчас больше приблизим. Потому что у нас имеется. Вот так. А вот. Это объект просто. И мы можем еще расположить дополнительно какие-то кружевные объекты. Так, я хотела все-таки копию создать. Чтобы это все... Можно было посмотреть, что было до, что было после. Вот, кстати, тоже такой момент по работе. Имейте в виду, что полезно иногда создавать просто копии объектов. Для того, чтобы можно было посмотреть до и после. И здесь тоже допускается наличие непрозрачности. То есть кружево. Вот оно туда будет мягко входить. Может быть вот здесь еще на рукавах. Немножко поменяем размер. Это может быть готовое кружево. Это может быть... Ваше авторское кружево. Можно еще по фотографии его обработать. Вот таким образом. Распределить. Может быть помельче. Более распределено. В общем-то вот такая история. Вполне она распространена и употребляется. Ну, с большим и больше нравится, когда ставим большую по центру. Вот. И может быть применено. Пробуйте. Эффект прозрачности требует некоторой смекалки в голове. То, что, да, вот, например, рука двойная, спинка двойная. Что мы видим насквозь, как оно там, где. Что, когда вы применяете прозрачность, у вас пропадает... Ну, эта прозрачность применяется и к контуру. И нужны дополнительные контуры. И придется эскиз все-таки показывать вот в таком виде, а не вот в таком. Потому что это, ну, откровенная карказябра. И ничего там не понятно. Но эскизы совершенно рабочие. Получаются вот такие вот интересные. Занимают чуть дольше время. Но это все окупается. И можно представить очень красивой коллекцией. Ну, для меня вот эффект прозрачности, он более актуален. В свадебной моде, в нижнем белье, в пенюарах. Прям очень красиво. Хотя могут быть многослойные фатиновые юбки. И вот одно время юбки-пачки были в моде. Там тоже можно было много-много-много слоев юбок нарисовать. И получить тоже обалденный эффект. Как будто такая юбка-пачка получается. Так что вполне. Пробуйте, рисуйте. Пишите свои комментарии. Получилось у вас нет. Приготовьтесь к тому, что это займет побольше времени. И обязательно пишите мне, что вам еще интересно нарисовать. Я с радостью это нарисую. Не забывайте подписаться на канал. Нажать колокольчик, чтобы получать уведомления. А каждый новый вторник мы рисуем эскизы. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!